какие то есть а еще у меня есть какой то связи с это то есть приравнивание с ведет к т но вот у меня есть ситуация для помощи вчера пример да еще одна вот он принесли мне молоток там даже 23 это получается то есть ты принеси молоток три слова и один триплет смотри вот у меня сейчас на гитхапе лежит собственно исходные коды где именно вот эти триплеты то есть здесь тот же сарс до начала тот же таргет конец да есть еще в моих терминах это называется линкер да или с связка по русски называем но у этого всего есть синонимы то есть из лингвистики у нас есть такое понятие как сейчас я немножко увеличу весь масштаб 133 то есть в лингвистике есть такое понятие как верб глагол да вот есть такое понятие как сапчик субъект вот и есть объект над которым выполняется действие то есть этот верб вот а в триплетах ты говоришь есть как еще раз есть объект объект и предикат ну в общем предикат это вот это то есть иными словами да та же структура да их можно записывать в любом порядке то есть можно сначала сабжик потом обжик потом верб то есть и так далее это всего лишь порядок записи тут они вообще никакого смысла серьезно не несут опять же может быть не слева направо может быть справа налево может быть сверху вниз там и снизу вверх и так далее то есть это все мелче по русски еще и у нас есть глагол что еще тут есть ну предикат так и будет поэтому в принципе вот но это типизированная связь да здесь мы вот этой вот штукой определяем что именно означает вот эта вся связь да целиком вот этот весь кружочек большой то есть каким именно образом вот это вот сабжик то есть вот эта вот точка и вот это вот каким образом они связаны но внутри тоже рекурсивная структура потому что в моей базе данных ничего не может быть кроме этих же собственных сетей следственно у нас есть еще некоторая двойственность так как изначально я смотрел на базу данных которая содержит две концепции item и link вот я предложил скажем так предположил во что если не использовать отдельную сущность да такую как link ой какой как item если мы все можно представлять в виде линков вот но что означает item item это означает что вот эта ситуация то есть вот это конечное значение связи которое в данный момент времени является item то есть можно на связь можно смотреть как на результат какого-либо действия завершенный вот здесь например да либо на это можно как смотреть смотреть как на связь которая объединяет элемент слева да left и right вот то есть можно уже интерпретировать по-разному одну и ту же структуру данных но если мы говорим о ситуации item да то мы всегда можем описать откуда он появился то есть например здесь можно написать что там там Петя плюс плюс Маша да результат их там допустим любви есть там Сережа который вот здесь вот то есть иными словами грубо говоря и можно так генеалогическое дерево выстраивать в том плане что мы можем всегда определять откуда появился этот объект но можем еще и не определять откуда он появился мы можем сказать что вот здесь вот ссылка на самого себя и здесь ссылка на самого себя то есть в крайнем случае когда у нас связь из себя начинается и сама в себе заканчивается да это и есть точка ничто иное как точка угу то есть это частный случай простейшего уникального айтема то есть он всегда уникальный и он всегда айтем так давай переключить на мой я расширю айтема это свой выключить выключить я сейчас расширил нет 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 интересно значит значит не работает ладно тогда я закрою здесь вкладку открою ее в кроме сейчас пока открывают скажу что новое не придумано ну понятно что это ничего не придумало новое новое что то придумать почти невозможно да важно то что люди там об чего еще раз ученые которые много над этим десятилетия работали они уже все проработали сколько можно ну смотри сейчас я закрою вкладку все то что было сделано кстати демонстрация так и не работает экран вот все то что было сделано учеными я только за как бы все вот сейчас ты камеру включил зачем-то она включилась все алгоритмы которые были сделаны для графов для теории множества для прочих прочих всех вещей они здесь все применены то есть как бы ничего ну не нужно придумывать заново очень прекрасно вот тем не менее подход к хранению данных данных именно в таком виде напрямую он не популярен в том плане что сейчас чаще всего используется SQL во всем мире потом потом создали документные базы данных объектные базы данных но вот базы данных которые хранит только связи и представляет все через связи я еще не видел и нигде не находил ну называется n3 есть это графовая база данных да это не совсем то дело в чем тут есть проблема вот казалось бы да ничем не отличается но есть очень маленькая тонкость которая имеет достаточно серьезные значения сейчас опять включу демонстрацию есть или против вот в общем в чем штука то где ты видел чтобы в графе можно было делать ссылки на связи то есть смотри вот например у нас есть традиционный граф да вот у нас вершины то есть вершине то есть вершины или узел нет секунду что-то я запутался короче вот это вот вот вершины вызял а вот это вершина да или как как в термине узел так а что еще есть у нас вот как это переведешь на русский нод и линк в термине узел но узел а решение это сети на сеть то сети узел когда мы граф рассмотрим график это в связи какого вот этого стрелочка как называется стрелочками связь называется как правило в графах обычных там связь нет вершины это связь между вершиной то есть вершины расширить а шесть вершин а ребра вот ребра это называется все ребро и это вершины короче в теории графов есть и дед два отдельных понятия вот это вот важно вершины ребра иными словами сделать вот такую вещь то есть сделать стрелку между двумя стрелками с я такому нигде не видел это нужно много но мероприятия но если возможно там тоже возможно конечно но хорошо давай смотреть как он тренировал суть такая что это один узел вот этот вот второй узел вот этот и третий узел третий узел является связью поэтому триплеты называется вот эта связь в самом простом виде когда обычная база данных то есть какой то объект какой то второй объект а связь ну она в базе данных например есть таблица в таблице есть ячейки вот ячейка к таблице связано как ну просто связи да какой связи да никакой она а сайта этой базе данных есть н3 да почему джейд почему джейд это если я не ошибаюсь агентский ну это шаблонизатор а где н3 база данных то есть если н3 в яндексе вписать то ничего не получится найти н3 вряд ли получится найти то есть это какая то очень редкая база данных или что она используется значит сейчас название вспомню есть джады это к агентам то что относится и есть джена 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 подчерк семантик век вот то есть семантический веб то что ты сейчас рассказываешь а триплеты антологии это все одно и то же есть овл ну вот ключевые слова да ну понятно она на чем написано она на яру на яру джена а есть эти тест производительности ну трудно сказать ну смотри во первых как сказать можешь целку не скинуть то есть вот это есть база данных правильно ну перенесли да нет джена это набор утилит внутри которой входят классы да алгоритмы для работы с rdf с триплетами с увл а для того чтобы это все можно было хранить используется база данных база данных построена на триплетах в общем то она является как-то а сторож есть реликционная есть нереликционная то есть это но SQL база данных ну понятно у меня тоже она можно и отнести трипл сторону одну базу данных можно отнести второй нельзя в общем любая база данных она очень хорошо подходит для хранения предметов ты я тебе позвоню где то часов около ну полпятого и мы с тобой сразу я из колледжа пойду на магазин у нас не нечего есть и ты пойдешь со мной чтобы выбрать скольких лет жизни было потрачено на то что он на то чтобы создать велосипед но тем не менее все что было сделано она естественно конвертируемые и о эти причинцы он смог что вот картинку то есть я не вижу ссылок на связи здесь ссылок на сцене но есть они цветом помечены что это а что это такое цвет красное то что ну что такое черное стрелкомысленная связь красная понятий но это рисовал век то есть это не является как бы правильные антологии понятие там как овл семантику это но здесь идет понятие что есть какая-то одна сущность есть другая сущность есть стрелочка которая является третьей сущностью и у стрелочки есть тип ну здесь в данном случае только красные и черные вообще конечно у стрелочки может быть совершенно разные так это вот я рисовал вот еще в 2007 году разбирались со всем этим делом говорит он прочитал кучу книг кучу и в частности аима какая толстая книга больше тысячи страниц она у меня там в кемерово осталось вот знание увы в общем самое то есть смотри придумать велосипед можно всегда но как оказывается уже все давно придумано и когда начинаешь копать а семантик веб вот v3 v3 c v3 . v3 консерции ну понятно они уже все это прописали насколько можно все там есть там огромные кучи знаний которые надо просто применять получается семантик веб это не то что там его делать или не делать или там придумать не придумать все придуманы все сделано вопрос только использование на данный момент существует проблема о том что увл записывать можно только вручную то есть чтобы с обычных человеческого языка преобразовать в граф да в семантику необходим ну искусственный интеллект который будет разбирать записывать это цель там каком-то другом виде записан а и этого еще пока не существует поэтому промежуточный этап сделали это добавление тегов тоже там в общем назвали semantic web это расширение html и в стандарте html 5 там добавили возможность записывать например теги дата или там еще много тегов добавили которые являются ну дополнительный метод меткой информации она не отображается то есть это не разметка текста она служит только для компьютера для машины я понимаю но ни один скажем так уважающийся разработчик сейчас этим пользоваться не будет потому что тратить время на то чтобы это понимала машина а ему за это никто не платит там пользуются но ограничено значит пользуются те люди которые продвижением занимаются дело в том что эти теги поисковые роботы читают и соответственно в поисковой выдаче по какому-то слову они выше находятся чем сайты без депутат ну ладно по поводу еще того что можно быть я вот вчера обсуждал что вот машина так седьмой экран видно нет сейчас я включу а вернемся вот вот я вчера объяснил что может быть как бы всего несколько базовых операций на связи на самом деле немножко постеряйте по своему говорю в общем ошибся и существует всего грубо говоря одна это сейчас еще из теории тюринг машины посмотрел видео идея в чем что я думаю что есть такие операции как создание обновления долины то есть на самом деле это все неправда существует только одна операция у нас есть первое состояние есть второе состояние мы из одного состояния переходим в другое и саму по себе вот эту связь которую рисовываешь ее можно воспринимать еще и как операцию то есть можно ее грубо говоря там не знаю записать да а потом можно сказать execute да выполнить вот эту собственно связь и она ее выполнит то есть ее можно рассматривать как то что можно выполнять а можно и рассматривать как данное то есть вот получается если мы еще делаем такую штуку как триггер да триггер в концепции была данная сейчас такая штука что у нас есть event некоторые события вот у нас есть некоторый шаблон то что то есть например у нас например событие какая-то связь перешла одного состояния в другое у нас есть шаблон что есть некоторые состояния на которое мы реагируем вот как только некоторая связь вообще глобально глобально шаблон данных перешла из одного состояния в другое, в нужное нам, да, под шаблон, здесь есть под Т, вот, то мы начинаем выполнять действия, да, тоже. Ну, субботийная, да, модель? Да, вот если эту субботийную модель реализовать, то в принципе она, будет тьюринг полный, да, и вот если тьюринг машина, она работает с чем? С состоянием внутри одной ячейки памяти, то здесь можно хитрее делать, я могу, дело в том, что у меня внутри одной связи, да, допустим, 38 называется, в ней может быть, то есть у нее адрес 38, в ней может быть не только число 0 или 1, да, в ней может быть весь граф данных в виде всей базы данных, да, то есть огромная сеть из разветвленных кусочков связанных друг с другом связи, ну, других, то есть. Иными словами, я могу делать, как бы, более гибкие и глобальные вот эти вот реакции на события, не только на 0 и 1, да, но и на любую структуру внутри конкретной связи, и шаблоном как раз и будет описание того, какую, какая структура, то есть, например, можно сказать, что вот у нас есть линки, я обычно так это записываю, например, в такой нотации, что у нас есть x, y, да, и чертчика. Вот, то есть буквально это означает такую вот сеть, которую я рисовываю, что здесь x, здесь тревочка, здесь y. Чтобы не рисовать, это я просто делаю x, y и палочку. Вот. Может быть такая структура, например, древовидная, что у нас есть там слово, то есть слог pa, потом у нас может быть еще один слог pa, это он же самый, так как он, то есть мы, x и y у нас совпадает, такая связь может существовать только один раз в базе данных. Соответственно, вот это слово pa, pa. Ну, если просто это интерпретировать как строку, то если вот это символ, вот эти связи являются символами, каждая, то это будет, вот это все будет слово pa. Вот. Но здесь можно хитрее сделать, можно сказать, что мне нужно вот здесь вот звездочка, здесь нужно a, вот здесь вот нужно p, а вот здесь звездочка. И вот это уже шаблон. То есть в виде связи можно создать шаблон, на который среагирует, то есть который будет событием, для того, чтобы выполнить некоторую серию действий. Или выполнить некоторые действия, которые запустят следующую цепочку событий. То есть, иными словами, вот здесь вот, когда мы идем, используем шаблон, это называется программирование pattern matching. Такая вот штука, очень мощная. Есть целый язык программирования, называется number, но он на этом одном принципе построен. Там не существует ничего, кроме pattern matching. То есть, иными словами, не существует if-ов, не существует циклов, не существует никаких базовых конструкций языка программирования, но они все создаваемы на основе одного-единственного pattern matching. То есть, по сути, я вот здесь реализую через триггерный паттерн matching, то есть объединяю это с событийной системой. И я сразу позволяю что сделать. Во-первых, каждый триггер может... То есть, каждая серия действий, выполненная после того, как событие произошло, оно может выполняться параллельно. Это значит, что я создаю, во-первых, убирая головную боль на тему многопоточности, ну, у программиста, он не должен об этом задумываться больше никогда. И я убираю необходимость задумываний в ветвениях, циклах и прочих всяких разных структур. Иными словами, я создаю... То есть, таким образом мы получаем алгоритмы, которые, во-первых, можно распараллеливать неограниченно. То есть, в базе данных постоянно происходят события, все события скатываются в очередь, и чем больше у тебя ядер процессора, тем быстрее ты можешь обрабатывать эту очередь. То есть, на каждую ядеру просто выделять по элементу из очереди. А очередь, как известно, это структура данных, которая позволяет создавать... То есть, ее можно делать неблокируемой. То есть, там, по сути, делаются два счетчика на начало и конец. И за счет блокируемой операции записи одной, она происходит, ну, очень быстро, то есть, атомарная операция для процессора. Вот, за счет этой атомарной операции производится блокировка сверхпроизводительной. Иными словами, через очереди, можно реализовывать очень высокопроизведительные многопоточные приложения. Ну, понятно, что вот в сторону будет все развиваться. Вот. Увлечение числа ядер, то есть, многопоточность, но на данный момент программы, они все пишутся однопоточными. Дело в том, что... Ну, в данный момент и моя база данных написана однопоточной. И триггерные, вот реализация триггеров там еще нет, но я это планирую сделать. Мне кажется, это не вопрос, не факт триггеры, это фактически, то есть, сейчас, ну, можно сказать, там, про агентов, насказу. А, я, давай, давай, о нем целом, но я рассказал, как же сделать так же, чтобы данные были еще не только данные, но не могли исполняться. Ниже, ниже, куда ниже. А, сейчас. А, сейчас. Ниже и творчество? Или куда? Ну, вот. Ну, как сказать, в общем, есть, ну, то есть, мысли у тебя абсолютно правильные. Другое дело, что лучше всего использовать, там, те картинки, термины и так далее, которые уже устоялись. Я говорю, это уже много десятков лет, да, рассматривается. Это я не против. И база данных SQL тоже получилась. Я просто не знаю этих терминов, потому что, это, если я знаю, например, в графе, там, там, вершины ребра, вот я на этом опираюсь. Ну, тоже сейчас в Википедии все подсмотрю. Ну, в общем, я хочу показать. А, выше, выше. Там, ты говорил про подгрузку. Про тюринг. Значит, машину, вот, да? Подгрузку? Ну, ладно, короче, суть в чем. А, ну, вот, что есть тюринг машины. Вот, да, например, ячейка, потом она подгружает какую-то... То есть, в ней, в этой ячейке ссылка на какую-то... Ну, там две связи. Там две базы знаний. Там две ссылки на, собственно, тоже связи, которые дальше могут разветвляться. Ну, погоди, послушай. Значит, есть база знаний, и одновременно все знания использовать невозможно, то есть, учитывайте. Так же, как у человека, так же, как у компьютера есть какая-то долговременная память, есть кратковременная память. Кратковременная память у человека по всей вести удерживается порядка таких образов. Ну, подожди. Ну, понятно, да, что у нас... Да, есть кратковременная память, есть долговременная. В принципе, процессоры то же самое, только там слоев еще больше. У нас есть регистры процессора, они супербыстрые. Потом есть кэш чуть быстрее, чуть медленнее, но быстрее, чем оперативка-оперативка. Очень медленная оперативка, из которой все процессоры тормозят. И очень-очень-очень медленный, грубо говоря, с точки зрения процессора век пройдет, пока с жесткого диска что-то происходит, получится. Подгрузка осуществляется таким образом, что, перемещая свое внимание, фактически у человека всегда одна точка внимания. Фактически, те мифы, которые рассказывают, что там женщина, например, может делать сразу несколько дел, там у ребенка нянчите, это все миф. На самом деле у человека всегда только одна точка внимания. человек может либо быстро переключаться, но работает как тюринг машины практически. То есть постепенно от одного. И вот когда мы, например, размышляем, углубляемся в ту или иную проблему, мы как можно более полно картину мира представляем. То есть у человека как некрутина все-таки образное мышление, образное мышление. Даже если он этого не осознает. И фактически вот… Ну, база данных тоже образно мышление. База знаний дополнительная – это подгрузка или извне, да, или откуда-то. И по тому же самому принципу работает интернет. То есть когда есть страничка, на этой страничке есть ссылки, гиперссылки. Вот. Нажимая там, ну, переходя в ссылки, ты подгружаешь дополнительную картину. То же самое делает и агент. То есть так же, как человек в браузере лазит по интернету, так же и агент. Ты сейчас приводишь огромное количество примеров и аналогий того, что уже существует. Большая часть из которых мне очевидна. Мы сейчас это… Ты можешь просто к чему-то это все рассказывать? Я к тому, чтобы ты понял, что ничего нового нету и всего лишь на всего необходимо использовать те же самые файлы, в которых записаны знания. Давай вот по Жаку Фреско я такую вещь скажу. Во-первых, вот мне неважно, новое это или не новое. Это первое. Во-вторых, Жак Фреско говорит, что все, что новое вообще может быть, это всего лишь берем старые элементы и располагаемые друг с другом новым образом. То есть здесь идет речь о том, что можно просто делать это немножко проще, чем то, что я видел. Например, там в том же Скорле, да, можно сделать в виде одной таблички в Скорле. Это будет работать но очень медленно и так далее. Ну, я к чему клоню? Может быть, не надо делать свой велосипед, а использовать то, что есть уже? Ну, скажем так, мой велосипед, он настолько прост, что я не знаю куда проще. Я, конечно, могу использовать другую базу данных, но давай делать сравнение. В любом случае, сейчас, чтобы можно было понять, имеет ли смысл продолжать, да, нужно взять, ну вот, допустим, любую базу данных, которую ты сейчас сейчас, ну, любую базу данных, которую ты сейчас считаешь, как бы, подходит для этой задачи. То есть, она может хранить в себе связи. И там можно, например, создать структуру, например, из вот такой вот, да, из трех связей, которые представляют собой строку. Давай попробуем это сделать. Причем мы это сделаем сначала на той базе, которую ты предлагаешь, а потом, то есть, замерим производительность, а потом сделаем на моей. И тоже замерим производительность. и сравним, есть ли разница в реализации. Ой, есть ли разница в производительности. И тут станет вопрос, либо надо, если это база данных open-source, развивать ее, сейчас изучать ее исходный код и смотреть, как она устроена, либо продолжать развивать мою. И, опять же, и там, и там можно применять все те же оптимизации, которые необходимо делать. Ну, вот тот же проект Джена, кстати, он раньше работал. Ну, вот ты сейчас сможешь создать маленький проектик из одного файлика и на Джене быстренько показать, как это делается? Вот как бы ты создавал вот эти три связи? Честно говоря, нет, не смогу сейчас. Надо это изучать. И здесь разные языки есть. В смысле разные языки? На любом языке, который ты знаешь. Это дело в том, что я ни одного не знаю. То есть, это надо изучать. Мы можем изучать это в процессе делания, как это обычно происходит. Просто задачи просто элементарные, минимальные. Почему бы не взять, не взять ее сейчас не сделать? Конечно, чем делать, всегда хорошо поставить вопрос, для чего это делать. Для чего? Дело в чем? Мне это важно, потому что я потратил огромное количество лет своей жизни на труд, который, возможно, был бесполезен абсолютно. И надо принять решение, он был бесполезен абсолютно или все-таки... То есть, его продолжать развивать, туда тратить время, или присоединиться к тому проекту, который уже успешен и развивается, и он используется во всем мире на каждой машине на компьютере, да? Давай пример еще раз приведу. Другой. Вот дети в школе, они решают задачки 1 плюс 1 равно 2, 2 плюс 2 равно 4. И каждый ребенок по многу раз... Да, тратит свое время жизни в пусту. А нужно ли каждый раз новому ребенку изобретать этот велосипед, если можно сразу пойти и стоять около станка? И оказывается, что нужно. То есть, фактически, время потрачено не зря, но оно потрачено для тебя. Потому что ты понял, ты осознал, ты пришел своим путем. Я понимаю, но я хочу быть полезен не только себе, а кому-то еще. И как можно быстрее. Значит, есть, смотри, опять же, есть огромное количество людей, которые вообще не знают компьютер и не знают программирование. У них совершенно другой тип проблем. Это, не знаю, как картошку лучше посадить или там где трактор. Здесь можно помогать на этом уровне. Да? То есть, даже использую. Любой инструмент абсолютно. И вот на данный момент, вот это для чего, я бы поставил, что использовать просто любую ноисквиль базу данных. Потом разберемся уже. То есть, вот потом, когда вот это все там будет сделано, когда там ресурсная база будет сделана. Дальше можно углубляться, что это онтология, что там искусственный интеллект, это агенты будут сами делать и так далее. Но на данный момент, вот, нет просто ресурсной базы. То есть, нет сайта такого. Почему нет? Я более чем уверен, что найдется еще один человек, такой как ты, например, у которого есть знания о том, что уже существует. Он скажет, что пятьдесят уже тысяч раз было это сделано. Ну, вот смотри. Вернемся там опять. Данил Дашкевич, вот как хороший пример человека из реальности. Ну, мы, как ни крути, находимся в виртуальной реальности, в основном в компьютере. А люди, которые общаются с другими людьми, на земле, да, с предприятиями, значит, там другой уровень проблем. И одна из проблем, очень важных, то, что нету данных о том, где какие ресурсы есть. То есть, есть какой-то проект. Да, у нас есть другая проблема. Мы уже поднимали, что кто будет тратить свое время, чтобы вносить все эти данные. И какого нужно много терпения о пользовании уметь, там, не знаю, фотоаппаратом хотя бы, или клавиатурой уметь печатать. То есть, есть огромное количество навыков входных, которые уже являются барьером для большинства людей на планете. Ну, я вот так же как 1С-ку воспринимаю. Значит, вот будущую систему я воспринимаю как 1С-ку. В принципе, можно без нее обойтись и считать на счет. Да? Но с ней удобнее. Да, обязали ее использовать. Потому что налоговая отчетность. В принципе, ты это можешь все вручную сделать. Подожди, кто обязал? Никто не обязывал 1С использовать. Коммерческий отдельный проект, не государственный. Ну, там, система ее развития, она была такой, что надо было сдать отчетность. И единственная программа, которая могла автоматически эту отчетность сделать, это была 1С. Да, но у тебя по закону всегда есть возможность вручную эту документацию сделать и сдать. Это понятно, что всегда возможность вручную, она остается. Другое дело, что это неудобно. И заплатить там 3 тысячи рублей, ну, или 8, или 10, гораздо дешевле, чем вручную, там, 2 месяца сидеть и перевопачивать цель. Вопрос, как сделать так, чтобы, например, человек мог взять, например, телефон. Да, вот сейчас какой-то Microsoft выложил какой-то прототип, как они сделали камеры 3D-сканирования. Можем ли мы, например, взять и что сделать? Решить за человека сразу несколько задач. Во-первых, он наводит камеру на предмет. Этот предмет 3D-сканируется, определяются его размеры. Потом, находится в базе данных максимально близкая трёхмерная модель этого объекта и определяется, что это может быть за объект. И человек там выбирает либо список, либо говорит там слово, звуком произносит, голосом, что это такое. И опять же делает какую-то там видеозапись, которая тут же начинает переводиться в 3D, плюс голосом комментирует. Это некое описание того, что это. Ресурс, да? Который голос тоже автоматически конвертируется в текст. И всё это структурирует, вся эта информация появляется в виде, допустим, вот кружочка, да, в производственной цепочке. Потом он говорит, там, допустим, есть стрелочка. Вот он и дальше стрелочку описывает. Сначала кружочек, потом стрелочку, потом следующий кружочек и так далее. И у нас есть и исходник видео к этому, да, и все остальные данные из него, то есть превращение его в трехмерную модель, превращение её в характеристики этой трехмерной модели и так далее, так далее, так далее. Ну, хорошо. Если такое сделать, то тогда время, которое человек будет тратить на то, чтобы описать ресурсы, оно будет минимальным. А в итоге система будет настолько быстро, угадывать по, допустим, еще цветам этого объекта, что это. Человек вообще не придется ничего вводить, он просто выберет наиболее подходящий. Как в гугле. Мне кажется, это следующий шаг. На данный момент сделать какую-то простейшую, чтобы руками вбивать. А первый шаг вы? Первый, ну вот как авито, короче. Вот Данил Дашкевич, он правильно всё говорит. Просто авито, но для любых ресурсов, то есть не для тех категорий, которые там, а самое главное, чтобы она принадлежала тебе. Сейчас авито принадлежит, ну как, как, каким-то определенным лицам, которые там, либо позвонили, либо не позвонили публиковать. Да. Где-то у меня было сейчас со следующей страничкой. У меня предложение, давай сейчас прервемся и начнем следующую итеранцию. Подожди секундочку. Сколько времени? Всего лишь 43 минуты прошло. Да я вот еще тебе парочку картинок покажу, чтобы понять, понимаешь, что это вот это или нет. Там маленькие простые картинки. Так, вот есть вот такая вот, я зарисовку делал. Вот ты говоришь ресурсы, да? Ресурс, как я все это понимал, а тут такая вот штука, с точки зрения производственной цепочки. Это всего лишь. Вот он ресурс, он есть. То есть, по сути, он вбивается прямо вот здесь же, в производственной цепочке, создается квадратик. Дальше мы на него кликаем, да, допустим, как-нибудь. У нас открывается его описание. Дальше там хоть обводи себе картинки, вставляй, что хочешь делать. Вот. Но это уже есть. И можно стрелки, и здесь тоже еще хочешь вводи про него. Нету, допустим, визуализации к описанию больше, чем хотелось бы. Ну вот, допустим, я тебе просто покажу, почему это уже есть. Открываем. Видно, да, мы сейчас экраны? Да. Вот он, в тот проекте, который мы обговорили. Вот, допустим, у нас есть производственная цепочка огромная. Вот коньередактор. Допустим, нам это все дело надоело, мы это все удаляем. Так, вот мы это все удалили. А что у нас получилось? Пусто. Вот, допустим. Берем, делаем первый элемент. Вот. Сейчас. Кстати, это еще нигде на видео не записывал. Вот. Допустим, это будет, я не знаю, коробка какая-нибудь. Ой. Здесь вот единственное, сейчас надо будет исправить редактор, потому что по одному символу приходится писать. Ну, короче. А, да. И она должна быть с чем-то связана. Ну, допустим, вот сделаем вот этот как раз знак вопросика, потому что в элементарном случае не может быть, что производственная цепочка ни с чем не связана. Так, как это делается там. Append. Я опять не выбрал тип. Вот. Здесь будет вопросик. Вот. И, соответственно, связь между ними. Это будет один, два. Так. Вот. У нас получилась такая вот штука. Коробка и вот знак вопросика. Угу. Ну, я не дописал сейчас. Я переведу просто в режим текста. Так будет просто быстрее. Коробка. Вот. Вот. Вон у нас, пожалуйста, дальше. У нас здесь джейсон. Отлично. Можно сделать там. Никто меньше. Взять запятую. Потом. Ну, я имею в виду пока сейчас джейсон делаем. Там есть древовидный электр. Я его доработаю, чтобы он адекватно реагирует. Так. Вот, допустим, description. Дальше здесь идет объект. И сиди сюда хоть картинки, хоть что хочешь записывай, да. И так далее. Все. То есть оно, конечно, отображается. Но с точки зрения объектных данных, это просто может храниться в базе данных. Ну, причем здесь баз данных используется локально. То есть если я сейчас перезагружу, то у нас есть description. Пустой объект. Да. Это хранится локально в браузере. Local storage. То есть, в принципе, все есть. Ну, я имею в виду технические возможности есть. Да, это может быть не очень удобно для пользователя. Но можно сделать удобнее. Давай делать. Плюс эта визуализация, да, например, она мне не нравится. Можно ее поменять. Вот есть другая визуализация, которая мне больше нравится. Сейчас покажу. D3 JS. Которая проще и сам уже есть редактирование. Так, вот есть примеры. Слушай, ты правильно сказал слово визуализация. Потому что есть набор данных. И как их отображать? Ну, вот есть один редактор. И вот есть другой. Вот, короче, есть такой вот редактор. Вот точка, да. Вот мы берем, из нее вытягиваем. Сделали еще одну. Здесь такая, может, не очень удобная анимация. И двигать как-то нельзя. Вот здесь другая штука. Здесь можно двигать. Вот я Ctrl зажал. И двигать можно. И опять же тоже берем точку. Вот здесь есть ситуация, когда можно создать пустую точку, не связанную ни с чем. И вот можно связь протянуть. Пожалуйста. Причем выделена связь. То есть можно выделять еще как-то. Вот. Ну и, соответственно, можно это все делать, двигать. Вот. Дальше. Потом сделал там двойной клик, поэтому оно развернулось на весь экран. И ты видишь описание объекта и так далее. Да. Вообще, да. Визуально такое программирование было бы очень хорошее. Вот. Поэтому я могу сейчас просто скинуть еще раз. Ну, смотри. Я для себя, например, вот так же, как ты в редактор когда заходишь, у тебя там два вида отображения. Потом переходишь к цепи, да, у тебя еще один диктептажин. Ну, очень много. То есть, по сути, это все одни и те же данные, но здесь вон у меня есть. Можно формой показать. Это три одинаковых примерно. Можно вот так вот, текст. Вот. Вот текст. А можно кодом, да, здесь он подсветку еще делает. Ну, то есть, у тебя как минимум три варианта отображения от них и те же данные. Вот. То же самое, например, ты показал D3, вот он еще более красивее. Суть это не меняет. Да. Суть в том, что необходимо записать ресурсы. Да. Ну, да. В момент это не реализовано. В принципе, вот этого джейсона реально за глаза хватает, потому что джейсон, ну, вот. А, вот развернуть все. Вот это джейсон, это дерево, это и есть, по сути, тоже связь, потому что вот что такое объект вот этого, да. Это всего лишь точка. Но к нему есть связь ноды, да, которая объект, это точка которая, и следующий элемент ее нодс. К ней есть следующий, и так далее. И так далее. И потому что объекты в джейсоновской нотации, в xml-ной нотации, в любой антологии, в любом другом формате, они все конвертируем. то есть это все графы вот то есть можно использовать mongodb тогда прям эти хранить в общем в документах плюс еще можно сделать хитрее можно объединить концепцию ноды и links можно просто сделать и links и но если у линкса нету source и target то в конкретном случае это . то есть у него есть описание на имуне есть там пэрэнт бла 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 но у него нету сорса и таргета значит он сам никого не соединяет но у него есть описание но зато если у него например он кого-то соединит и у него есть описание значит одна связь вот эта может наткнуть ее развернуть и в ней тоже описание что же такое внутри происходит так далее на данный момент вот когда мы смотрим например тут же присуды если бы он был записан в xml в виде то как бы добавление одной строчки описание рдф или увы оно дает возможность создавать уже антологию ну это символ для это называется всего лишь вот сюда атрибут написал и готовы тебе антологии у нас сейчас у тебя это и так уже сделал значит смотри у тебя есть ну и обратно и в них тетях тут ну хорошо значит есть объект объекта есть связь с ноби связь которая вот объект связь с ноби но без она какая связь просто что но объект содержит джон но ночь или объект или нод содержится в объекте вот да то есть это уже связь которая не явно да то есть явно здесь это не написано но мы это видим да да не есть потом объект связан с линкс связь какая тоже links содержится в объекте для для это все это явно не написано в этой то есть уже мы получили два три у ноды со там еще два элемента внутри там у нулевого элемента 0 айди то есть тип связи айди значение единичка то есть 0 и единичка связаны связи айди но опять же здесь та же самая ситуация на самом деле нас просто содержит нолик содержит единичку а внутри нолика вот это внутри единички вот это тоже не веду нолик айди равно 1 и нолик парен ну то есть связь какая надо а вот эти айди деда и нулевой и вот это и есть триплет то есть в нашем мире если вот так просмотреться в нашем мире вообще все триплеты просто вот здесь вот мы в части например коробка является просто строкой но в итоге она тоже раскладывается на кого там ровно который вот это объединяется еще в третий связи потом сюда в общем да это тоже все мы представим о фиге или триплеты дело в том что на данный момент вот как джинс джейсон числа джейсон может увидеть и может увидеть что коробка на 1 2 3 4 5 6 7 букв процент мы можем это разложить для компьютера это просто 7 байка которым понятия не имеет как можно было тут как нельзя вот для того чтобы он начал понимать необходимо добавление нужно дать сказать что к это символ с большой буквы о это тоже символ это пока не не сказано ну скажем так человек это понимает машина это не понимает я вот то что исходники лежат на гитхабе я перед загрузкой строки как раз и превращаю в антологию в которой уже записано что каждая из составляющих этой строки является то есть если это символ то у него есть код код состоит из чисел числа состоят из степени из суммы степеней двоек и все прописано то есть до самого-самого то есть меня все числа строится из единицы двойка и сумма единицы плюс единицы да и далее двойка это другая проблема если каждый символ расписывать на очень большую глубину как это можно использовать то память занимается на порядке больше не приобычных у них программ поэтому здесь необходимо маркировать между глубиной и функциональность скоростью вот снова ослах смотри вот существующие четыре тысячи ну шестьдесят пять там с чем-то тысячи символов единиц коди каждому мы даем описание глубокое описание настолько насколько нужно да это всего лишь 65 тысяч связи корневых в которых внутри в каждом используется дополнительное описание до глубоки мы можем их хранить даже в отдельной базе данных просто использовать эти идентификаторы как символы то есть мы просто скажем так нам не обязательно заладить в глубину там не нужно балансировать то есть ты можешь просто до какого-то уровня не не залезать дальше на основании же той же собственно логики то есть там все равно возможны оптимизации как это продолжать все хранить продолжать все делать эффективно то есть какого продолжать все детализировать но тем не менее чтобы это было эффективно например если мы у нас слово коробка встречается в базе данных миллион раз да то в искуэле у нас было бы дублирование этой информации мы бы ее так миллион раз и записали вот но если мы используем структуру и связи и применяем к ней вот алгоритм который описал по автоматической оптимизации подпоследовательности он конечно еще не доработан но он уже начинал выполнять операцию это все равно что балансировать дерево на самом деле алгоритм очень похожи вот идея в чем что все слова которые повторяются они у них есть уникальный идентификатор то есть мы все зависит от того насколько глубоко мы хотим туда залезть но всегда эта возможность есть но в целом мы можем не залезать внутрь слова он может можем всегда его использовать как всего лишь ссылку на связь вот ну ты правильно говоришь используешь как ссылку а детстве нужно залезть вовнутрь у нас сядет возможности есть диму данные и не подгружаются они скажем так да не подгружать шизорского диска но это очень быстро происходит правильно вот открой сейчас я расширю это все равно что вот ссылки урла в интернете да мы у нас есть возможно не посмотреть мы можем ее открывать или не вот открой ссылку какой поле значит все эти открыты вот есть сумма сам чисто у первых меньше металлоки короче это базовая антология одна из популярных более-менее которые описаны объекты мира насчет 65 тысяч 536 символов на самом деле нас интересует не буква а образы которые словами для описаны и например антология смо она ну на мой взгляд одна из нормальных таких там все начинается сущность то есть самый базовый элемент это есть некая сущность это может быть и буквы запятая и точку и не знаю космический корабль то есть какая-то есть информация абстрактная то есть информационная есть и да да не не смотри ремонт сущность это например красный дату или связь мама папа сущность всего лишь еще один способ построить корень картины мира там чего описание для того чтобы общаться вообще нужен язык а описание языка она начинается с каких-то элементов и базовым элементом является сущность у каждого элемента есть набор атрибут ну или по-другому смотреть у сущности на мой взгляд один единственный атрибут это айди любишь номер записи его я зиму причем 10 вообще ты сейчас на ли к чему говоришь какую проблему решает то что ты сейчас рассказываешь я хочу сказать то что вот но как бы есть да вот эта базовая антология в которой уже прописаны там иерархи там объектов сущности на себя связанных там между собой и ее можно использовать не придумают ничего нового там своего то что с буквы буквы они тоже являются сущностями которые также записаны у них есть свои идентификаторы типы вот сумма антология записана как в xml так и ртф часу можно также перенести вот это удобно на мой взгляд пожалуйста то есть я просто могу сущности через все эти потому что это удобнее для хранения меньше когда есть такая вещь как этом когда есть такая вещь как link отдельно приходится в двух разных местах то все хранить по-разному когда есть только одна связь можно хранить это в одном месте и легко этим управлять но конечно тоже все может быть еще спорным вопросом вот надо я на практике вот ты пока вот это обсуждение она в принципе бесполезно пока ты не будешь готов сделать пример на существующей базе данных и допустим сравнить производительность ну может быть и так но в общем я почему хочу сказать на тему того что не что не надо ничего придумать я понял что это конечно здорово что все это есть что кто-то уже на эту тему подумал даже нарисовал я не против того чтобы это все используют ну я к чему это использовать можно да и на каком-то этапе нужно использовать но на данный момент стоит речь о том что сделать такую простую вещь в котором не сумма не там рдф не антологии какие-то базы данных придумывать не надо то есть самое простое взять то что самый простой вариант и сделать да но мы и вместо того чтобы это делать вот я сейчас дал две два варианта визуализации показал что уже готова ты чё-то опять куда-то ушел в философию я я считаю что надо взять вот и на античку давай сделаем страничку ты давай сейчас остановимся сделанной рейф выложим это видео и пригласим людей и попробуем сделать уже страничку там уж принципе вообще все готовые на уровне интерфейса вот лежит проектик давай экспериментировать и на уровне там базы данных и и моя есть резервация можно mongodb использовать можно использовать любую ту базу данных который тебе понравится ну баз данных все базы данных взаимозаменяемые ну есть два основных типов но и сквейт и сквейт да но они взаимозаменяемые потому что вот сюда они не противоречим друг другу смотри есть например раз так что-то подвисает или кстати у нас камбордом так и не решилась до ситуацию можно еще эту задачку сейчас решить короче нам вот уже понимаешь ситуация такая что мы сейчас в процессе обсуждения намечаем задачки их уже две да нам нужно где-то зафиксировать а камборда у нас нет надо фиксировать что мы их сделали назначили сделали прикрепили видео то есть вот эти все вещи чтобы они где-то в одном месте у нас коллекционировалась иначе у нас каша будет потом то есть то чем мы делаем а почему нужно фиксировать может быть может быть будет как минус даже получше я чувствую наверное там и там пока я я предлагал в прошлом за там и там это вести потому что мы можно сравнивать системы и в этом месте принять диаграмму ганта здесь она есть надо посмотреть насколько это удобно вот я например здесь вот я например здесь вот давай сегодня какая задача какая задача у нас есть две задачи подожди нам нужно сделать так чтобы было возможно фиксировать ресурс вот это с точки зрения коррелайшн центра то есть нам нужно учет ресурсов сделать вот ну вот давай я например коррелайшн центр и для камборда нам нужно сделать чтобы он работал что там нужно было вот здесь еще определение на основной поток задач и программирование давайте давай вот основной поток задач например она и панель управления сейчас в этом месте я смотрю вот то же самое сделать так здесь то же самое не сделаешь ты о чем что там доступ запрещен тут наверное не существует то есть на данный момент есть два проекта это либра и лифт в принципе если мы говорим про решение задачи коррелайшн центра то добавить новую задачу это искусственная база я бы так назвал ну я бы назвал в скобочках может написать фиксация возможностей или предложения плохо слышу еще раз фиксация возможностей или предложений ну в терминах рынка это предложение спрос предложения да это а по факту это возможности то есть что человек может это либо его навык либо ресурс либо информация ну тоже фиксация в общем про проекты идеи я вообще не понял это же по сути это фиксация наличия ресурса навык это тоже ресурс вот если просто и проект это ресурс идея это ресурс вот надо как-то проще это написать то есть фиксация наличия что у нас есть что-то и она вот то есть фиксация того что есть о в моем праве создам так можно изменить все ну ладно давай в моем понимании сделать вот как вот эту канву да единственное то что вот в видеоролике которые биттерминс да показывает там было так вот первое это ну вот новые да это идеи потом было второе это это то что ну как бы с этапа идеи на этап рассмотрения переходит нет это в процессе не было там этапа рассмотрения там в видеоролике как раз было там было четыре вот вот четвертое это отменено это вот это это здесь отменено а ну ладно это потом в общем возможно они это упростили да возможно потом переделали то есть ну потому что первые два они в принципе дублировали можно сказать да 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 вообще идея да идея это еще не проект это еще не задание вот я бы все таки разделял что или реализовать ресурсную базу это уже задание или это еще идея что вот понимаешь если это если эта идея она вот здесь записывается вот как ты сейчас записал реализовать ресурсную базу но если народ считает что это задача они за нее голосуют начинают делать все она становится задача перешла в процесс это уже точно задача которую даже начали делать ну в общем в принципе здесь сделано нормально значит например ну реализовать ресурсную базу вот единственное что я хотел бы давай попробуем сейчас побыстрее закончить потому что вот действительно все люди жалуются что очень большие видеоролики никто смотреть их не хочет давай попробуем сократить давайте мы вот я здесь задать задачу сейчас и мы с этого же места начнем следовать давай через сколько ну давай минут через пять-десять было и и и и и и и и и